так и у нас с вами сегодняшняя лекция посвящен посвящена управляющим конструкциям языка джава книжечки какие почитать сами посмотрите кстати читайте книжки книжки читать обязательно не будете читать ну будет гораздо сложнее более материал материала много и как-то надо его быстренько пытаться усвоить и мы с вами вначале поговорим об условных и логических операторах операции в джаве можно разделить на три группы в прошлом на прошлом занятии мы с вами рассмотрели арифметические операции кто помнит какие арифметические операции бывают остаток отделения остаток отделения инкремент декремент правильно а группы арифметических операций какие вы помните ну мы там с вами унарные бинарные в чем разница один оперант два операнда да и там была префиксная постфиксная форма а там в чем разница ну там форма записи отличается в инкременную префиксной форме сначала значки в постфиксной потом значки плюс плюс ай ай плюс плюс и если в сути самой операции то в префиксной мы выполняем инкрементирование и с новым значением выполняем последующие действия в постфиксной мы выполняем инкрементирование но действия выполняем со старым значением поэтому у нас есть оба значения и И поэтому постфиксная форма работает медленней. Потому что надо хранить два значения. Префиксная работает быстрее. Но это для особо вообще маньяков, потому что, как вы понимаете, медленнее и быстрее там очень условно. Потому что там это настолько незначительная разница, что, в принципе, наверное, вы особо этого и не ощутите. Вы точно не ощутите. Ну, конечно, если у вас все будет только инкрементирование или декрементирование, тогда да. Вот так. Но некоторые как бы на этом обращают внимание. Дальше есть условные и логические операции, которые мы сейчас с вами рассмотрим. И третья группа это побитовые операции, которые мы тоже с вами сегодня рассмотрим. То есть арифметические, условные, логические и побитовые. Прежде чем непосредственно рассматривать эти операции, давайте рассмотрим такой примерчик. Класс, который называется Elevator. Ну, лифт. Класс, имитирующий функционал лифта. И объекты этого класса в будущем могут быть управляющим элементом лифта, либо же элементом имитирующим в какой-то модели работу лифта. Сразу скажу, что модель сильно упрощенная, с рядом логических недочетов и недостатков. Давайте посмотрим на этот класс. У нас есть несколько полей. Первое поле отвечает за состояние двери. Открыто-закрыто. Второе указывает на текущий этаж. Третье указывает на максимальный этаж. Четвертое на минимальный этаж. Как вы видите, это констант. Есть несколько методов. Метод OpenDoor отвечает за функционал открытия двери. И реализация довольно простая. Вывод на экран о том, что дверь открывается. Изменение состояния двери. И сигнализация о том, что дверь открылась. CloseDoor Обратный метод. То есть мы закрываем дверь. И метод GoUp осуществляет движение лифта вверх. Предупреждаем о том, что движемся на один этаж вверх. Увеличиваем значение этажа на единицу. Выводим значение текущего нового этажа. GoDown обратная операция. Едем вниз. Или аналогичная операция, только движение осуществляется вниз. Теперь к вам вопрос. А как вы думаете, с точки зрения бизнес-логики, чего тут не учли такого грубого? Понятно, что о лифте можно долго говорить, чего он там умеет, чего не умеет. Но такое, что самое то есть ну я бы сказал я бы сказал так, что нет проверки на достижение минимального и максимального этажа, да? Мы можем попробовать уехать в подвал, либо же на крышу. Недочеты раз еще ну застрял это как-то вне штатной ситуации, да? остановка а? перегрузка ну хорошо на метод загрузки его предусмотреть. а что за проверка на открытие двери да, нельзя двигаться с открытыми дверями то есть мы должны перед тем, как осуществлять движение проверить а не открыт или дверь еще ну можно вызов лифта было уже ограничения обсудили у кого дома лифт есть? сколько у вас кнопочек у лифта? у вас сейчас есть две кнопки вверх на один этаж и вниз то есть нету кнопки поиска требуемого этажа по сути тоже такой существенный недостаток да тоже было бы неплохо зачем мы это с вами обсуждали то есть вы потренировались уже ну пытаться понять бизнес процесс реализуемого приложения сложность не только в написании приложения да а в понимании задачи ее формализации и потом описание потому что никто не будет на два места стоять и говорить тут напиши вот это здесь напиши вот это здесь напиши вот это то есть часть придется пытаться понять самому проследить ну как бы для себя как-то формализировать бизнес процесс как-то его понять ну найти какие-то недостатки задать конкретизирующие вопросы и так дальше мы с вами взяли такой маленький какой-то кусочек да в принципе задачи всегда намного более сложнее и вот эти недостатки которые вы озвучили мы с вами сегодня попытаемся устранить используя новые знания по управляющим конструкциям и вернемся к нашим условным операциям скажу сразу что результат выполнения любой условной операции всегда имеет тип boolean со значением true или false любая условная операция в своем результате даст вам boolean значение какие есть условные операции и условные операторы операция проверки равенства реализуется оператором двойное равно возвращает true когда левый оперант равен правому что здесь будет true true не путайтесь дальше операция проверки неравенства вот самая сложная операция для восприятия человека возвращается true когда левый оперант не равен правому причем обратите внимание последовательность значков менять нельзя радиах восхитительный знак равном напишите в обратном порядке не будет работать что здесь будет true операция меньше возвращая true если левый оператор меньше правого true меньше либо равно возвращая true когда левый оперант меньше либо равен правому Что здесь будет? True. Значки тоже местами менять нельзя. Только такая последовательность. Больше возвращаю true, если левый больше правого. Что здесь будет? True. И больше либо равно возвращаю true, если левый больше либо равен правому. Что здесь будет? True. Менять значки местами тоже нельзя. Но в принципе все банально, все понятно. Единственное, не под эти два равно и одно равно. Абсолютно разные операторы. Здесь проверки равенства. Одно равно. Это операция присваивания. И мы с вами переходим к логическим операциям. И логические операции бывают следующие. Кстати, тоже результат выполнения любой логической операции всегда имеет тип Boolean. Тоже true либо false. Логические операции бывают следующие. Логическое и, логическое или логическое не. И исключающее или. Вот. Четыре. Исключающего или здесь нет. Но мы его тоже с вами рассмотрим. Логическое и обозначается двумя значками and. И возвращает true, если левый и правый оперант имеют значение true. То есть и левый, и правый. Операнды логических операторов должны иметь булевые значения. Что здесь будет? False. Логическое или. Возвращает true, когда хотя бы один из операндов имеет значение true, здесь тоже будет false, потому что оба фолса. И логическое не инвертирует текущее значение на противоположное. Что здесь будет? Тоже false. True, не true, false. Понятно это? Плюс бывают логические операторы по длинной и по короткой схеме. Это логические операторы по короткой схеме. Что это значит? Это значит, что если по первому операнду вы можете дать ответ на все логическое выражение, то второй не рассматривается. Здесь второй будет рассматриваться или нет? смысл смотреть смысл смотреть нету, потому что оба должны быть равны. А первый уже не равен, значит и выражение все будет иметь false. На второй смотреть смысла нет. Это короткая схема. По длинной схеме длинная схема обозначается одним значком end. Один амперсо. В этом случае и первый рассматривается и второй. Понятно? результат будет один и тот же. Просто в этом случае будет и первый и второй. Сейчас рассмотрим. Логическое или здесь будет оба рассмотрены или один? Оба, потому что первый false, а вдруг второй будет true. По длинной схеме одна палочка будет и первый и второй рассчитан. Давайте теперь это с вами попытаемся проанализировать. Попробовать как оно. банальный сначала какой-нибудь банальный пример. сколько будет, что будет true или false? True. Но здесь у нас с вами такая непонятная ситуация. Оба проверялась или нет. Мы никак с вами отследить не можем. А оба выражения было посчитано или одно, мы понять не можем. Можем только предположить, правильно? Да, но если мы здесь поменяем, будет ли это проверяться? Ну, это мы только предполагаем. Ну, можем опять поменять. Ну, в принципе, а как вы думаете, как сделать так, чтобы явно увидеть, что одна часть проверяется, а вторая нет? Или то, что обе проверяются? Или вычисляются, рассчитываются, даже не проверяются, а тут происходит вычисление? Все равно как-то не очень явно. Мы вот эти штуки можем заменить методами. А при вызове метода что-то выводить, например, на экран. То есть в качестве операндов не обязательно должны выступать какие-то непосредственно булевые значения или какие-то операции. В качестве операндов могут выступать вызовы методов, и результаты их работы уже будут использоваться в логической операции. Давайте попробуем. То есть в качестве операндов у меня будет метод, который в качестве аргумента будет принимать булевое значение. Вот так. Что, ругается? Методов нету. Я специально сначала написал методы, а потом их определяю. Почему? Потому что теперь я говорю Alt-Enter, Create Method. То есть он мне написал сигнатуру метода. Нажимаю Enter, он мне сейчас еще и ретун допишет. То есть я написал метод, вызов. А потом говорю, объяви мне метод. Вот он мне взял, объявил метод, исходя из контекста. В контексте я название метода дал, понятно, почему он его так назвал. Поэтому дальше он смотрит, что моему методу при вызове в качестве аргумента дали булевое значение. Он метод объявил с булевым аргументом. Он видит, что метод используется в контексте, где нужно булевое значение. Значит метод должен вернуть булевое значение. То есть из контекста он понял, как будет называться метод, что он примет в качестве аргумента, что он вернет в качестве результата своей работы. То есть, ну, как-то так. Теперь, что мой метод будет делать? А он будет просто печатать на экран его имя и значение его аргумента. Беру имя метода. Потом я хочу увидеть, что ему пришло в качестве аргумента. True или false. Я делаю конкатенацию строк. Я написал строку, которую я хочу, чтобы println вывел в том виде, в котором я написал. Теперь я хочу, чтобы к этому названию метода добавилось значение пришедшего аргумента. Я пишу плюс B и я хочу закрыть скобочку. Я как бы сконкатинировал строку. То есть я собрал строку, которую выведут мне на экран. Ну, подготовил. И мой метод вернет то, что пришло ему в качестве аргумента. То есть такой метод симафор. Что получил, то и... Ну, то есть он просто как бы сигнализирует о том, что его вызвали. Ничего не делает. Что ему дали, то вернул и скрикнул. Меня вызвали. Второй метод будет, в принципе, делать то же самое. Поэтому можно сильно не заморачиваться. Сделать вот так. Вот два метода. Как вы думаете, оба метода будут вызваны? Даже не так. Давайте правильно. Давайте так поставим вопрос. А что будет выведено на экран в результате вызова вот этой строчки? Или исполнения этой строчки? Больше ничего не будет? Только вызов, вывод второго метода и все? А? А что в начале? Метод 1, значение. А значение какое будет? False. Давайте посмотрим. Метод 1, false. А что метод 2 не отработал? У нас и, то есть, короткая схема. Если первый аргумент дает нам false, смысл смотреть на второй, он уже никак на результат этого выражения не повлияет. А вот это, это уже вывод, значение вот этого выражения. Если я здесь, если я здесь включу длинную схему, то отработает два метода и false. Результат не поменялся. Только влияет на то, один метод работал или двух. Понятная идея. Понятная идея. Так, а теперь, когда что использовать? То есть, у нас есть длинная, короткая. Результат, как вы видите, ну, такой же, одинаков. Результат выражения, в любом, ну, неважно, какую схему использует длинную и короткую, тот же самый. Если там была false, то и здесь false. А как вы думаете, какую лучше использовать? А? Ну, какие ситуации, когда? А когда нам может понадобиться, чтобы проверялось два значения? Так, если вам рост не подошел, зачем проверять вес? Так, а куда мы их собираем? То есть, вот здесь, да, смотрите, идея в чем. Скажем так, короткая схема всегда предпочтительней, потому что она быстрее работает. Если нет предпосылок пользоваться длинной. А какие предпосылки могут быть в использовании длинной? Когда у нас идет с вами во втором аргументе какая-то бизнес-логика. Когда у нас там выполняются какие-то логические, ну, или какие-то действия. То есть, у меня здесь, видите, стоит метод. Да, метод у меня такой, скажем так, ничего особо не делает. Поэтому вызовется он, не вызовется, в принципе, без разницы. Но если у вас вот здесь много бизнес-логики, которая там куда-то лазит, что-то проверяет, откуда что-то подтягивает, то лучше вот этот кусок с бизнес-логикой, чтобы отрабатывал всегда. Почему? Даже если это не важно с точки зрения бизнес-процесса, то есть, ну, как, ну, этот метод не обязательно, чтобы работал. Если обязательно, чтобы он работал, ну, понятно, тут без вариантов. Но даже если не обязательно, чтобы этот метод работал, лучше, чтобы он отрабатывал. Почему? Потому что, если у вас в этом методе будет ошибка, вы получите очень неприятный момент, мигающую ошибку. То есть, она то повторяется, то нет. То есть, здесь ветвление логики, оно неявное. То есть, человек, когда будет смотреть, для него это неявно, что вот этот метод то работает, то нет. Он говорит, ну, да, один метод, второй, да, вызываются, все, протестил, все работает, а завтра уже не работает. Если бы тут ифы были, ифы, илсы, то это сразу как бы наводит на мысль на том, что здесь какое-то условие, при каких-то условиях одна часть выполняется, вторая не выполняется, это надо проверять. Проверять надо все исходы, то есть, есть ли true, есть ли false, то есть, все варианты, ну, когда тестирование проводят такое, ну, банальное правило, сколько ифов, столько тестов. То есть, каждый условный блок надо проверить отдельным тестом. Ну, каждый вариант, каждое сочетание, да. То здесь это неявно, и можно просто долго искать, в чем ошибка. Поэтому говорят, что организовывать ветвление, или, ну, знаете, эти алгоритмы, когда ветвятся, чтобы вы понимали, что такое ветвление, организовать ветвление на короткой схеме, это плохая практика с точки зрения возникновения ошибок в будущем и в сложности их отыскания, и повторения таких вот ошибок. А теперь, а когда нужно всегда использовать длинную схему, то есть, короткую схему? Мы сказали, что вот есть моменты, когда надо всегда использовать длинную. А бывают ли моменты, когда всегда надо использовать короткую? А? Продолжение следует...